Всем привет! Мы снова в хозяйстве у Валентина Сохарева. Сейчас он нам покажет какие-то крутые кормушки поилки и сантехнической трубы. Правильно я говорю, Валентин Николаевич? Ну да, в общем, не новость для тех, кто постоянно что-то смотрит в интернете по этому поводу. Вот подсмотрел такую кормушку. Решил сделать. Это кормушка? Да, это кормушка бункерная. Значит, ничего не нужно ни пилить в ней, ни строгать, просто собрать из нужных кусков сантех трубы нужное количество ответвлений внизу, нужную длину. Был такой вот обрезок длинный. Сначала она вот такая вот была, потом доставил сюда еще дополнительный. Патрубок вытащил из вот этой входной части трубы резиночку уплотнительную, чтобы заглушка легче вставлялась. Вот. Повесил все это дело на специальные кронштейны металлические, которые засверливаются в стену. Вот единственное, что пришлось засверлить вот здесь вот сверлом-шестерочкой, саму деревяшку. Вот. И вручную все это дело вкрутил. Ну, отвертка. Слушай, а скажи, объем-то какой вот получился такой кормушки? Чуть меньше строительного ведра 20-литрового черного. То есть, ну, условно говоря, там 18 литров. Ну, примерно так, 17-18. Ну, соответственно, как бы на вашу фантазию и ваши возможности. Так-то можно и на 25 сделать, просто нарастить и все. Понятно. Ну, мне кажется... А можно еще, можно еще, скажем так, если стена позволяет и крепление, также вот здесь вот ставить дополнительные отростки. Вот. А что нужно сделать такие? И ваять такие же трубы, вот. И внизу можно ваять то же самое. Можно две трубы таких поставить. Между ними внизу из таких же труб перемычка. Была мне такая идея, реализую куда-нибудь. Между трубами в этой перемычке просверлено вот такое отверстие, чтобы можно было есть. В два конца, значит, вот такие же уголочки вставлены. Не, ну ладно. Это мы потом посмотрим. Это как бы все трансформеры. Да, я понял. Вот если сделать их штанами, то увеличивается в два раза. Да. Валентина, покажи, пожалуйста, как ты сюда засыпаешь, потому что мне кажется, это не очень удобно. Она высокая. Легко и изящно. Легко и изящно. Естественно, каждый раз, когда ты насыпаешь что-то из чего-то, надо нагибаться, зачерпывать, пересыпать. Так, чтобы поднести к этому ведро и высыпать это из ведра, то, конечно, ничего не получится. Но я привык к физическим нагрузкам. Вот, собственно, для того... Здесь я один по хозяйству и работаю, чтобы не обрастать энергетическими отложениями. Так, ладно. Давай. И на сколько кур такая у тебя, получается, кормушка? Здесь у меня в вольере сидит 10 кур и 2 петуха. И, соответственно, съедают они эту кормушку примерно за 2-3 дня. Сюда входит строительное ведро 20-литровое без малого, скажем так, без верха. Ага. А скажи, пожалуйста, почему края-то тут вот разные у вот этого раструба? Такая технология изготовления вот этих вот труб сантехнических. А, то есть это мама-папа? Да, это мама-папа. С одной стороны мама, с другой папа. И то есть они не раскидывают корм, да, получается? Я не видел, чтобы здесь было что-то накрошено. Она у меня висит, правда, всего вторую неделю. Вот. Но так вот, если что-то накрошено, то что я вот случайно пока насыпал, просыпал. И первое, что они делают, когда я им засыпаю корм, это они собирают именно с пола, подбирают то, что просыпано. Даже когда воду, воду в поилку наливаю, первые они хватают капельки, упавшие на землю. Ну, и плавно тогда переходим к поилке. Поилка тоже не новость. Вот. У многих уважаемых юзеров она присутствует. Сделана также из сантехнической трубы. Здесь как-то, скажем, моя придумка давнишняя, которую я наконец-то реализовал. Это подвеска этой трубы вот на такой же кронштейн. И чтобы ее можно было опрокидывать. В смысле опрокидывать? Чтобы куры опрокидывали? Чтобы я ее опрокидывать мог. Значит, понятное дело, что я слыхал в интернете отзывы об этой поилке, что ее неудобно мыть, потому что засоряется точно так же, как все остальные поилки. Ну, естественно, да. Вот. Значит, что я придумал для облегчения мытья. Вот мы видим там немножко воды в ней. Грязной. Грязной воды. Так. Поилка закреплена вот только на этом кронштейне жестко. А здесь она не закреплена. Она просто опирается сюда. Вот мы ее вот так вот опрокидываем и сливаем. То есть это у тебя какой-то специальный угол для слива? Угол. Ну да, сюда у меня уходит вода. Там где-то еще крысиная нора была. Я заодно икры топлю. А, то есть ты им попить даешь? Да. И вот так вот промывается леечкой. Все, и грязь ушла. Можно еще вот сам технический йод где-то потереть. Который тоже тут висит. Отдельный дежурный специально для этой поилки. Так. И хлоп ее обратно. И назад ее. Когда она залита водой, она держится нормально. Ничего тут не перевешивает. Потому как ось вращения смещена сюда. Центр тяжести примерно здесь получается. Понятно, да. То есть висит она спокойно. Самый первый залив, когда я сюда сделал, куры ее опрокинули. Вот. Очевидно, они пробовали эту поилку как насест. Вот. Какая-то, видимо, одна дура запрыгнула сюда и перевесила. И поилку вся вымыла. Но больше этого не повторялось никогда. То есть, видимо, все увидели последствия. Может быть, она намокла там, что-то ей неприятно было. Может, она испугалась. Вот этой вот вращающейся штуковиной. В общем, больше ее никогда никто не опрокидывал. За две недели. Понятно. Ну, в случае чего, если все-таки... Ну, там упор какой-нибудь может быть. Если будет какое-то опрокидывание, ну, можно здесь вот сделать что-нибудь такую какую-нибудь задвижочку простенькую вот сюда вот. Чтобы она ее держала и не давала ей вверх уходить к этому концу. Ну, да. Что-то такое, я не знаю. Штырь какой-то сюда легко вынимающийся из деревяшки поставить. Вынул, опрокинул, вставил назад потом. Ну, или снизу. Ну, как-то да. Как-то это все придумать можно, исходя из конструкции самого помещения, из чего все сделано. А Светл, говоришь, там крышечка, да, какая-то? А это заглушка. Обычная заглушка для той же трубы. Просто она отсюда чуть легче вынимается, чем должно было бы... Из-за того, что вот сюда у нас внутрь вставляется уплотнительное резиновое кольцо. И когда труба собрана со своей прямой целью, вот она не протекает. Вот эти соединения все герметичные из-за этого резинового кольца. Ну, и если бы оно стояло, вот это вот вставить сюда, вот таким легким и изящным движением не получится. А, ты ее просто демонтировал. Я просто убрал, потому что это постоянно будет открываться-закрываться. Ну, я понял тебя, да. Ну, и то вот сейчас она как-то, ну, так совсем легко не высовывается. Ну, можно, например, что сделать? Вот в этом стакане сделать несколько надрезов, чтобы она, ну, легче пружинила и собиралась внутрь, вот как цанговый механизм. Не, да и так, по-моему, она вполне... Ну, и так она нормально, да. И еще самое главное, значит, ну, тоже по креплению. Для крепления сантехнической трубы к стене существуют еще пластмассовые хомуты. Они защелкиваются, вот, но я их не рекомендую. Поскольку сантехническая труба по прямому назначению используемая, она не держит в себе никакую тяжесть. Вода протекла и утекла. Это не водопроводная труба. Вот. А в кормушке, которая сделана из нее, все-таки будет постоянный вес. Здесь, ну, порядка 10-12 килограмм будет, а то и побольше. Вот. Соответственно, вешать ее надо все-таки на что-то надежное. Чтобы и вот брус, ну, вот здесь у меня 50-й брус стоит, условно 50-й, он там на самом деле 65, да, на 60. Вот. Вот это минимум, что можно использовать под основу крепления. Это ты так себе везде будешь оборудовать? Везде, да. Это вот экспериментальная камера в моей казарме. Вот сделана теперь так. Основное преимущество еще в том, что здесь же раньше висел вот так вот на веревке или на цепи висел бункер ведерного типа. Бункерная кормушка ведерно-лоточная вот такой вот с круглым отком внизу. И постоянно это все дело шаталось в разные стороны, потому что куры ходят мимо. Танцевали. Да. Все это, соответственно, там это, ну, просыпается. Ну, вообще, это занимает площадь. А так это все рассовано по углам, вот с таким креплением. И здесь у кур есть какое-то место там потусоваться там для каких-то там этих самых своих сексуальных утех у них пространство появляется. В общем, плюс еще и в этом преимущество, что все это по стеночкам и по углам распихано. А до этого... Фронт кормления, конечно, здесь у меня небольшой. Вот. Но учитывая то, что все-таки это бункер, да, при наличии постоянного корма это не должно быть, да? При наличии постоянного доступа к корму, да, сутолоки здесь не будет. Надо только смотреть, чтобы он там не заканчивался. И все. Но в качестве шкалы наличия в него корма, в нем корма, можно, скажем так, вот внизу в этой части трубы пропилить лобзиком вот такой вот щель и вставить в это место обрезанную без горлышка и без донышка баклажку от какой-нибудь газированной воды, двухлитровой, например. Она плотно встанет в саму трубу, вот. Она никуда не уйдет, можно даже не вклеивать ее. И она здесь будет играть роль стеклышка. Две-то курицы все равно же с каждой стороны едят. По две куры. Ну, драки не бывает здесь. Не-не, я имею в виду, что две-то курицы наверное могут спокойно сюда подойти. Да, спокойно. С каждой стороны. Что, какие проблемы-то? И еще один момент. Фитинги, из которых они едят, они не 90-градусные. Это на 120 градусов. Ну, вот этот... Да, это опять же для удобства, чтобы, скажем, они были загнуты, ну, чтобы туда глубоко не лазить все-таки, чтобы их можно было как-то развернуть. А они еще вращаются вокруг своей оси, вот так вот, да, или нет? Ну, эти не вращать, вот так вот руками, это не получится, это сложно. Если оттуда убрать уплотнительные кольца из вот этих вот, из входных горловин, тогда как-то еще будет какой-то вот маневр для вращения. А так они стоят внизу, все на уплотнительных кольцах стоит. На резиночках на этих. Это сложно, это не покрутишь. Я понял. Ну что ж, используйте сантехническую трубу у себя в домашнем птицеводстве. Сантехническую трубу у себя в домашнем птице. Сантехническую трубу у себя в домашнем птице.